Натворкинг Вы знаете, и в том числе сегодня, и вообще в последнее время мы отовсюду слышим слово «нетворкинг». И в какой-то момент оказалось, что для того, чтобы считаться умницей, молодцом и успешным человеком, иметь просто престижную карьеру и высокооплачиваемую работу недостаточно. Теперь, оказывается, нужно еще и постоянно набирать себе какие-то новые социальные связи и поддерживать их. Само слово «нетворкинг», судя по всему, при этом тоже не вызывает особого восторга у многих из нас. Может быть, это найдет какой-то отклик сейчас у вас. Недавно мой друг Паша проводил опрос в Фейсбуке как раз про отношение к слову «нетворкинг». И вот какие чудесные варианты ответов он предлагал. «Нетворкинг» — это обычное нормальное слово или есть негативный шлейф. То есть по умолчанию либо что-то ровное, спокойное, либо как бы сразу в минус. То есть ничего хорошего, как будто бы мы от нетворкинга по умолчанию не ждем. На самом деле я в слово «нетворкинг» вкладываю совсем другой смысл. И сегодня попробую рассказать вам, как можно наделить это слово теми смыслами, которые вам будут комфортны и которые вам понравятся. Наверное, многие из вас уже выпустились из университета. Поднимите руки те, кто уже не учится. Подавляющее большинство из вас. А теперь оставьте руки поднятыми те, кто регулярно по-прежнему видится со своими университетскими друзьями. Ну, кстати, not too bad, да? Остались руки. Но тем не менее, все равно есть такая проблема, что со временем мы эти связи теряем. Почему-то так получается, что просто из каждого утюга мы слышим о необходимости связи поддерживать и нарабатывать. И при этом те связи, которые еще совсем недавно составляли нашу ежедневную жизнь и были для нас так важны, мы как бы теряем. Как так получается? Сама я выпустилась из университета 7 лет назад и хорошо помню вот этот момент какой-то такой эмоциональной ямы, в который вы попадаете, я сама в нее тоже попала. Когда заканчивается последний полностью предопределенный этап вашей жизни. И тут вдруг на вас обрушивается вся полнота выбора. Кем стать, куда пойти работать, с кем общаться, сколько что будет в моей жизни длиться, от этого обескураживающего выбора у вас прям такой вот звон в ушах. И когда я училась в университете, вот, например, на этой картинке, мы все такие веселые друзья, мы активно участвовали с моими друзьями в жизни в волонтерской школе при экономфаке МГУ. Создавалось впечатление, что так будет всегда, друзья всегда будут рядом и как бы, ну, отлично, супер, это такой социальный капитал, который никуда не растеряется. Но, разумеется, все пошло не по плану. И с концом бакалавриата люди начали как бы расходиться по своим разным делам. Не потому, что стали меньше чувствовать привязанности друг к другу, но просто жизнь так сложилась. В этот момент, понимая, что эти связи для меня очень цены, но мы все рискуем их потерять, а мы не хотим этого, стало понятно, что нужно что-то делать. И мы с моим на тот момент будущим мужем Мишей решили, что пусть раз у нас теперь есть свой дом, наша квартира станет таким местом притяжения для наших друзей, как раньше была эта комната волонтерской школы на факультете. И сегодня, собственно, я хочу рассказать вам в шести шагах, что мы сделали для того, чтобы превратить свою квартиру в сообщество, и как вы можете это повторить у себя дома. Давайте начнем. Шаг первый. Что нужно для того, чтобы чаще видеться? Может быть, вы помните, в 2012 году было очень модно чекиниться на Форсквере. У всех стоял Форсквер, и все такие, я еду в 11-м троллейбусе, я там пью кофе там-то. И это оказалось действительно такая очень понятная и классная механика, в которой для того, чтобы заработать какие-то баллы, очки и посоревноваться в онлайне, вам нужно что-то делать в оффлайне. То есть приходить часто в одно и то же место. И мы поняли, что это идеальная схема для нас, это ровно то, чего мы хотим. И, как бы это глупо ни звучало, мы сделали гостевой рейтинг для наших друзей. Как это работает? Первый раз, когда вы приходите к нам в гости, мы вам вручаем желтый конвертик, а в нем карточка, которую вы можете сделать персональной. И с этого момента за каждый приход к нам в гости вы получаете баллы в наш гостевой рейтинг, который мы сами написали. Дальше в конце года, перед Новым годом, мы делаем такую большую классную вечеринку, на которую приходят все, кто угодно, все наши друзья. И мы дарим всем подарки, поздравляем друг друга, пьем шампанское, все весело, а также награждаем победителя гостевого рейтинга за этот год. И, как бы, 7 лет назад, если бы мне кто-то сказал о такой глупости, что я в 2019 году буду такое делать, я бы, конечно, рассмеялась и не поверила. Но удивительным образом людям это до сих пор интересно, они до сих пор соревнуются за то, чтобы побольше раз к нам прийти и получить какой-то приз. За это время, что мы занимаемся всем вот этим веселым делом, у нас происходило уже больше 250 мероприятий. Но не надо думать, что мероприятие — это что-то вот подобного формата. Каждый раз, когда кто-то просто приходит к нам просто выпить с нами чай, для нас это уже событие, которое мы вносим в наш чудесный рейтинг. Но мероприятия могут быть разные. Можно прийти попить чай, а можно действительно, например, прийти на лекцию. И давайте перейдем ко второму шагу. Вот я сказала слово «лекция». Как бы странно, да? Вот эта квартира, и она не очень большая, все именно так и есть на самом деле. То есть, как я уже сказала выше, все мы начали строить карьеры в разных областях, как бы разбредаться и на самом деле накапливать разные знания и умения, которыми очень хотелось поделиться. Мы поняли, что раз мы претендуем на то, чтобы называться такой площадкой, нам надо придумать какой-то формат, в котором нам будет интересно друг с другом делиться этими новыми знаниями. Формат был придуман максимально простой, университетский, в котором мы и так уже привыкли общаться. Пусть это сначала будет небольшая лекция, потом мы все пообщаемся с лектором на заданную тему, а потом как бы все милую пообщаемся в свободном формате. И оказалось, что широта интересов наших друзей так велика, что это как бы разные среды. По счастью, слово среда — это еще и день недели, поэтому в этот момент пришла мысль, а давайте делать эти лекции еженедельными. Чтобы хоть как-то ограничить их для пробы, мы решили придумать цифру 10 просто так из головы и назвали это «10 сред». Это такой домашний лекторий, который происходит еженедельно. Удивительным образом, но в формате, в котором прийти после работы вечером вместе с приятными людьми узнать что-то новое за бокалом шампанского, содержит очень разную мотивацию для разных людей. Кому-то интересна конкретная лекция, он приходит, чтобы послушать, например, своего друга или послушать про что-то интересное, что сегодня будет рассказано. Есть люди, которые просто приходят пообщаться друг с другом, и лекция — лишь повод. Ну и как бы отлично, никаких проблем. Есть и третья мотивация, о которой люди сильно меньше любят в себе сами в ней сознаваться, но тем не менее она реально существует. На самом деле люди все настолько социальные, что очень хотят просто чувствовать свою причастность. И иметь возможность сказать себе «Я молодец за то, что я между работой и домом еще уделил какое-то время и пришел в место, где есть приятные люди» — это уже само по себе большая мотивация для людей, которые устают и много работают. Давайте перейдем к следующему шагу. Шаг номер три. Не просто узнавать что-то новое, но и узнавать кого-то нового. Тут история такая. Делали мы наш прекрасный лекторий, 10 средств, все замечательно. Ну и, конечно, думали, что участниками его будут наши друзья университетские, ради которых это все и затевалось. В какой-то момент все пошло не по плану. Мы написали на Фейсбуке, что в очередную среду выступать с рассказом у нас будет наша подруга Лиза. А знакома мы с ней не из университета, а с работы. И мы начали получать массу сообщений в Фейсбуке с вопросами «А можно прийти послушать Лизу?» Проблема была в одном. Мы не знали этих людей. Это были ее друзья, какие-то ее приятели. Она там расшарила это мероприятие у себя на Фейсбуке. Но мы были в тупике на самом деле. То есть лучшее, что мы сделали, мы просто струсили. Мы долго думали, а где же прочертить черту? Как отделить людей, которым мы разрешим прийти к себе домой, от людей, которым мы скажем, ну как бы вот извините, у нас тут все-таки дом, и как бы нет, мы не знакомы. И поняли, что, ну раз это друзья Лизы, пусть даже не наши, ну как бы окей, пусть все приходят. И написали, пожалуйста, приходите. А дальше начали происходить еще более удивительные вещи. Потому что эти друзья, придя однажды на какого-то конкретного лектора, начинали приходить и в следующие разы. А потом они начали звать своих друзей. И таким обществом эта комьюнити как бы нарастала, как снежный ком. Самое удивительное лично для меня в этот момент, когда вот как сейчас перед вами, я стою в центре своей гостиной, и мы говорим слова «Привет, мы Катя и Миша, мы здесь живем». И видим перед собой толпу очень приятных, но совершенно незнакомых лиц. Это удивительный эффект, но на самом деле восторг от того, что это происходит, перекрывает во мне, например, любые страхи. За то время, что мы делали этот лекторий, у нас дома побывало 397 человек. Спасибо. Меня это удивляет, но действительно сообщество растет, и знакомимся с новыми людьми не только мы сами, но и наши друзья. То есть это сообщество крепнет и растет количество связей и взаимодействий между разными людьми. Давайте перейдем к следующему шагу. Происходит ли что-то, кроме лекций? Есть ли какие-то другие форматы, а то какая-то скучища пошла. Действительно происходит. Сообщество, конечно же, не может существовать в отрыве от интересов тех, кто его составляет. И в какой-то момент мы поняли, что мы сами регулярно участвуем волонтерами-наблюдателями на выборах, и так же делают наши друзья. И мы решили собирать такие встречи, на которых делились бы этим опытом. То есть те наши друзья, которые, так же, как и мы, волонтерили на выборах, или, может быть, были членами комиссии, приходят, приносят протоколы голосования со своих избирательных участков, мы их вешаем на белевую веревочку и рассказываем. Нам интересно обсудить не политику как таковую, нам интересно обсудить процедуру. Потому что понятно, что разные комиссии совсем по-разному могут отнестись к независимым наблюдателям. Понятно, что в разных местах разные либо планировались нарушения, либо их удалось предотвратить. И нам интересно понять, что мы все вместе сделали для того, чтобы обеспечить прозрачность и честность этой процедуры. И, конечно, это все уже звучит очень серьезно. Мы, в принципе, такие ребята смешливые и не очень серьезные. Мы вот такое смешное название дали этому мероприятию. Политический саммит маленькой двушечки. Ну вот есть и другие, конечно, более простые и более регулярные форматы, в которых можно общаться. И совершенно не обязательно ждать выборов для того, чтобы увидеться с друзьями. Удивительное дело. Можно просто вместе собраться и, не знаю, сделать гаражную распродажу. Вместе посмотреть кино. Или регулярно мы собираемся для того, чтобы поделиться впечатлениями от путешествий. Мы сами много ездим, и наши друзья тоже. Нет никакого повода, недостойного для встречи. Главное, что на любой из них найдется в целом свой слушатель. Давайте перейдем к следующему шагу. Звучит он довольно удивительно. Можно ли побывать в гостях дистанционно? На самом деле есть и такая возможность. Еще со стародавних времен университетских, вот там, где мы стоим в синих футболочках, мы любили отправлять друг другу открытки из путешествий с друзьями. И в какой-то момент мы задумались, что открытка на самом деле это точно такой же, как и гость, который приходит к нам ножками своими. Физический объект, который, преодолевая многие километры, оказывается у нас дома. И мы решили, что окей, ну а почему бы не начислять людям, которые мужественно отправляют нам открытки, баллы в этот самый наш гостевой рейтинг. И действительно классная идея. Получилось, что у нас есть теперь две номинации. У нас есть люди, которые соревнуются за количество приходов. Это, так сказать, ноги года. Мы им вручаем какой-то подарок, например, носки. А есть люди, которые благодаря своему рукописному труду заслужили первенство. И это номинация руки года. Помимо этого мы наносим места отправления открыток на нашу карту. Если, например, вы отправили открытку из какого-то суперпопулярного места, там из Петербурга или из Парижа, вы будете просто плюс одним какой-то чиселкой в пине в этом городе. Но если вы отправили открытку из какого-то очень экзотического места, то вы будете прям суперзаметны. Вот у нас есть приятель Толик, который несколько лет назад совершил великое путешествие из Каира в Кейптаун. И вся Африка до сих пор просто его. Самое классное в этой истории, что за счет разных номинаций, там ноги, руки, у нас еще номинация для самого активного участника 10 сред, выпосредственность, люди начали строить разные стратегии. А как им победить? Кто-то активно перед Новым годом, перед подведением итогов, стремится прийти к нам побольше, вот раз чаю с нами попить. А кто-то регулярно грозится отправить нам целую пачку открыток из мытищ. Самая масштабируемая на данный момент схема накрутки баллов, но она, в общем, честная, но, разумеется, люди, которые до этого не додумались, так не считают. Самую масштабируемую схему придумал наш приятель Саша, который привлек к этому целое международное сообщество посткроссеров. Это такие люди, которые очень любят отправлять друг другу открытки, обмениваться ими. И вот со всего мира, уже полтора года, нам приходят всякие трогательные письма от людей от 8 до где-то 90 лет с подписью «От Саши, как бы, вот вам, пожалуйста, письмо». Очень мило. И Саша действительно побеждает теперь. И давайте перейдем к шестому шагу. На самом деле, в какой-то момент мы поняли, что наш дом — это пространство для реализации не только наших идей, но и идей наших друзей. В какой-то момент стало ясно, что им самим интересно придумывать проекты друг для друга, и даже не обязательно, чтобы мы именно драйвили их. Приведу два примера. Два года назад была наша свадьба, и мы поняли, что мы очень хотим обсудить вопросы, что такое семья, зачем люди создают семьи, вообще зачем она нужна, вместе с нашими друзьями и родными. И назвали это Family Management Conference. Год спустя мы поняли, вдруг для себя обнаружили, что, оказывается, наши друзья теперь не мыслят себе какого-то веселого, интересного мероприятия, если оно не называется конференцией. И поэтому наши друзья Катя и Сева в прошлом году организовали день рождения Севы у нас дома в формате конференции про велотранспорт, потому что вот это их любимая тема, они очень любят велопутешествия. Есть и другой пример. Вот эти славные ребята с двух сторон от меня на этой фотографии, их зовут Миша и Андрей, они учились в инженерной школе во Франции, а потом вернулись в Москву и как раз начали активно участвовать в нашем лектории, приходить к нам регулярно. И поняли, что, в общем, шампанское — это класс, надо как-то гостей еще кормить. И они придумали делать для наших гостей французские блины, галеты из гречневой муки. И доведя до совершенства за несколько приемов и рецептуру, и упаковку, они даже несколько сезонов подряд участвовали в городских всяких маркетах еды, заработали на этом чуть-чуть денег и очень довольны этим. Я надеюсь, что сегодня мне удалось доказать вам, что нетворкинг, как, впрочем, любое другое понятие, вы можете вложить в него такой смысл, который вам будет приятен и совершенно не обязательно должно сводить скулы от скуки, когда вы слышите слово «нетворкинг». Поэтому делайте так, чтобы вам было весело и интересно. Вот. И будут у вас вот такие вот прекрасные друзья. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...